100 лет со дня Октябрьской революции. Сегодня в России вспоминают события вековой давности. 7 ноября в Петербурге начались восстания, которые затем прошли по всей стране. Люди требовали социального равенства. В результате гражданской войны были огромные потери как со стороны большевиков, так и со стороны белогвардейцев. Вынужденная миграция дворян, массовое убийство интеллигенции и духовенства. Вместе с тем, после переворота люди получили бесплатное образование и медицину. Сегодня споры об оценке тех событий до сих пор не утихают. О том, какое участие приняли дагестанцы в революции, говорили на конференции в ДГУ. Как отметили историки, в нашем регионе к тому времени была нестабильная экономическая и социальная обстановка. Именно поэтому большинство населения поддержало революционные идеи большевиков. Дело в том, что к 1917 году в Дагестане уже сложилась сверстская интеллигенция. Были юристы, были врачи, которые получили образование в России. В дагестанцы многие годы уходили на заработки в промышленные центры. Это Грозный, Баку, нефтяные промыслы. И там они проникались революционными идеями. И они, приезжая домой в свои села, они привозили листовки, привозили газеты. И говорили, что несправедливо, что у помещиков много земель, у христиан мало земель. Чтобы богатеи эксплуатируют бедняков, которые нанимались батраками. К богатям и так далее. То есть зрелость, социальное недовольство такое. Сегодня же в Национальном музее имени Тахагодя откроется выставка о событиях 1917 года. Среди экспонатов будут архивные документы, личные вещи Дахадаева, Каркмасова и других исторических фигур. Продолжение следует...